Я всех приветствую. Я вам покажу, какие можно бесплатно установить программы на свой компьютер, используя интернет. Первая программа это будет Avast Friend Antivirus. Бесплатный антивирус. Абсолютно бесплатный. Можете спокойно его ставить и спокойно им пользоваться. Практически им пользуются все, кто знает. И пока жалоб на него не было. Вторая программа это Paint.net. Самый простой, самый обычный графический редактор. Итак, для начала нам понадобится удалить эти две программы. Так, что мы делаем. Заходим в панель управления. Ищем программы. Вот они. Вот программы. И набираем удаление программ. Нажимаем на Avast Friend Antivirus с левой кнопкой. Правой. Удалить. Так. Удалить. Удаляем. Потом я его. Переустановка. Очистка. Давайте нажимаем очистку. Три года и больше. Сейчас он будет удаляться. А потом я вам покажу, как его устанавливать. Перезагрузим его позднее. Так. И следующая программа это у нас Paint.net. Осталась одна программа. Чтобы ее установить, надо ее удалить. Также нажимаем на Paint.net левой кнопкой мышки. Правой. Удалить. Да. Удаляем. Все. Удалили. Как видите, у меня нет ни антивируса на компьютере, ни программы Paint.net. Сейчас я компьютер переустанавливать. Я его, конечно, не буду перезагружать. Так. Все. Заходим в интернет. Открываем Google Chrome. Первым делом установим антивирус. Набираем русскими буквами Avast.ru. Он сам уже выскочил. Avast.ru. Ничего сложного в этом нет. Написано. Avast. Скачать бесплатный антивирус. Вот как вы видите. Проверяем. www.avast.ru Заходим на официальный сайт Avast. Тут смотрим он официальный. Вот. Можем посмотреть в верхней строчке Avast.ru. И главная его страница. Нам сразу предлагают скачать бесплатный антивирус. Это, в принципе, он и есть. Avast.ru Анативирус. Мы опустимся немного ниже. Вот. У нас есть основные антивирусные программы Avast. Базовый бесплатный фаре антивирус. Анативирус и два платных. Если вы хотите, можете спокойно почитать, что они все делают и для чего они предназначены. Нам, в принципе, достаточно вот этих четырех пунктов, чтобы работать в интернете, сидеть в социальных сетях, смотреть какие-то фильмы. Или что-то такое самое простое скачивать. Платить мы пока не хотим, но не будем. Поэтому будем скачивать бесплатный антивирус. Можем нажать здесь скачать бесплатно. Или, как я показывал наверху, скачать его с верхней части главной страницы. Нажмем здесь. Скачать бесплатно. Тут нам все предлагается. То есть полнообучающий курс. По файлу, установку, следующие инструкции. Следуйте инструкциями на экране. Вот так как мы уже его скачали. Заходим. Запускаемый файл. Нажимаем его. Да, разрешить. Мы заходили с официального сайта. Поэтому. Может быть так, как последняя версия вас была выполнена без перезагрузки. Перезагрузите компьютер и спустите кнопочек еще раз. Окей. То есть, что мы делаем? Мы перезагружаем компьютер. Итак, компьютер успешно перезагрузился. Повторяем операцию. Делаем то же самое. Только мы сейчас не будем опять заходить на вас. Сделаем проще. Есть такая функция. Нажимаем на загрузки. У нас уже есть скачанный файл. Который может спокойно запустить антивирус. Пошло у нас запускаться. Устанавливается. Авастфрей антивирус. Я вам буду показывать подробно. Чтобы ничего не пропустить. Все, нажимаем на установку. Нам здесь пишут. Можно прочитать право в нижнем углу. Идет установка у вас в антивирус. Вы можете использовать свой персональный компьютер во время установки. Мы уведомим вас, когда установка будет завершена. Не включайте компьютер. Все, мы это скрываем. Когда мы начнем устанавливать программу Paint.net Также набираем Paint.net Русскими буквами. И сразу видим Добро пожаловать на сайт Paint.net Paint.net.ru Заходим. Сразу Здесь вот наверху есть меню. Как вы видите. Вот она. Строчка главная. Новости, особенности, скачать, правка и так далее. Нажимаем на скачать. И видим. Тут можете прочитать. Инсталлятор Paint.net Можно скачать один из двух Paint.net Тут еще есть последние какие-то. В общем, разные программы. Скачаем Paint.net версию 3.5.11 Нажимаем скачать. Также показываем все загрузки. Также у нас появляется запускной файл. Который мы будем запускать по программу. Да, разрешаем. Программа Paint.net начинает загружаться. Быстро. Да. Тут можно даже ни о чем не думать. Принимаю. Программа Paint.net начинает устанавливаться. Как мы видим, программа Paint.net полностью установилась. Запускать мы пока ее не будем. Если значок запустить, программу Paint.net Итак, как мы видим, Аваст установился полностью. Аваст про антивирус. Антивирус. Нам предлагают. Аваст про антивирус был только что установлен на ваш компьютер. Продолжим. Продолжим. Нам предлагают скачать защиту для своего мобильного устройства. Меня его нет. Так что скачать мы не будем. Не будем запускать никаких браузеров. Всякие тут подарки тоже делать не будем. Итак, что мы здесь наблюдаем. Зарегистрироваться. Верхняя точка. Выбираем. У нас есть базовая защита. Есть комплексная защита. Нам предлагают со скидкой. Нам нужна базовая защита. Бесплатная. Выбрать. Здесь мы набираем свой почтовый ящик. И регистрируемся. Ничего в этом страшного нет. Можете спокойно регистрироваться на один год. Это что касается антивируса. Сканирование. Сразу предлагают нам сканировать компьютер. Интеллектуальное сканирование. Сканирование на вирусы. Сканирование и так далее. Можно запустить интеллектуальное сканирование. Как вы видите. Он просканирует вам весь ваш компьютер. Итак. Авастфор антивирус провел интеллектуальное сканирование. Тут где зеленым помечено. Значит у вас все хорошо. Красным. Это значит у вас какие-то есть проблемы. Нажимаем устранить все. И вот тут у нас что-то он выдает. Какие-то ошибки. Которые вы потом можете в принципе даже исправить. Далее меню. Также вы можете посмотреть сканирование на вирусы. Есть экспресс сканирование. Есть полное сканирование. Это можно отсканировать. Это тоже занимает какое-то время. Итак. С антивирусом все понятно. Наш компьютер защищен. Можно спокойно работать с документами. Переносить документы на флешках. И работать в интернете. Теперь что касается программы Paint.net. Программа Paint.net это графический редактор. В принципе кто работает в фотошопе. Здесь разберется очень просто. В принципе с Paint.net разбираются все. Даже дети. Младших классов. Здесь ничего сложного нет. Здесь файл. Создать, открыть. Правка. Вернуть, очистить. Удалить, увеличить изображение. Изменить размер. Слои так и далее. Здесь все написано. В принципе ничего сложного в этом году. Итак. Что мы сейчас сделаем. Сейчас я вам покажу на примере. Как можно отредактировать фотографию. Уменьшить ее в размерах. Набираем файл. Открыть. Диск C. Фотография. Ну, возьмем какую-нибудь фотографию. Не знаю. Есть какая-то. Вот. Шишка. То есть. Как уменьшить ее размер. Чтобы куда-либо разместить. Берем изображение. Набираем. Изменить размер. Набираем. У нас сейчас 1000 на 668. Мы можем сделать 800 на 534. 534 высвечивается автоматически. Ок. Все. Она уменьшилась в размере. Вправка. Отменить. Можем также изображение. Изменить размер полотна. Можно изменить размер полотна. От центра. С левого. Края. Справа. Сверху. Снизу. С угла. Как вам будет угодно. Возьмем от центра. То есть. Мы хотим сделать. 500 на 200. Ок. Вот у нас. Получается. Вот такой вот. Обрезок. То есть. Можем делать с ним все, что угодно. А также здесь есть много очень всевозможных функций. Менюем сохранять. То есть. Есть две программы. Которые можно спокойно и бесплатно устанавливать на свой компьютер. Это Avast Free Antivirus. И графический редактор Paint.Net. Ничего сложного в этом нет. Все. Всем спасибо.